Ну а власти Украины сегодня всеми силами пытались заменить Рождество собственным праздником. В Стамбуле раскольники при поддержке президента Порошенко наконец получили так называемый Томас об автокефалии, полностью подчиняющий новую религиозную организацию Константинопольскому Патриархату. Состав и формат церемонии выглядел крайне странно. Причем во время мероприятия случилось то, что почти всегда происходит в присутствии Петра Порошенко. Люди начали терять сознание, в том числе люди в рясах. Из Стамбула передает наш специальный корреспондент Николай Васильев. Приветствие националистов в соборе Святого Георгия теперь будет звучать регулярно. Стамбульский патриарх Варфоломей окончательно возглавил украинский раскол. Что касается нас, из этого почтенного православного центра мы с нежностью последуем вашим шагам и всегда протянем руку поддержки, когда вы этого пожелаете. Провозгласив раскольников автокефальной церковью, Варфоломей отнял у них зарубежные приходы, обязал согласовывать решения по важным богословским вопросам, взял на себя роль верховного судьи даже по внутренним спорам, а также закрепил право Стамбула быть поставщиком богослужебного благовония, мира. Поклонники Томаса не скрывают, главное откреститься от Москвы и ради этого можно связаться с кем угодно. Давайте вернемся на тысячу лет назад и посмотрим, или больше, чем на тысячу лет назад. Иван, флаг с полумесяцем и звездой приходит. Не-не, вы меня к этому не подводите. Непосредственно подписание и передача Томаса украинским раскольникам в общей сложности заняли не более одной минуты, но этот отличный информационный повод решили растянуть на два дня. Причем второй день дался украинской делегации с трудом. Дожидаясь вручения патриаршей грамоты, Петр Порошенко откровенно скучал, регулярно поглядывая то в смартфон, то на часы, жадно пил воду. Виктор Ющенко то и дело зевал, министры, не смущаясь, дремали, а один из раскольничьих служителей и вовсе чуть не упал в обморок. Впрочем, рядом с Порошенко это не редкость. Главный же раскольник Украины Сергей Думенко осмелился молвить слово лишь в протокольной части собрания, вознося хвалу тому, кто нуждался в Томасе больше всех. При поддержке украинского государства и нашего президента разделения устранены, а единство восстановлено. Порошенко, в свою очередь, снова использовал храм для пламенной предвыборной речи в духе своего слогана «Армия и язык вера». А Томас для нас? Томас – это еще один акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, кто был вне общения с вселенским православием, кого несправедливо называли неканоническими. Нам не надо десяти лет нас признают, я думаю, и раньше. На Украину Порошенко повезет лишь ничтожную копию, даже пока недействительного Томаса. Подписи одного только Варфоломея по уставу самой Стамбульской церкви мало. Рулон пергамента должны завизировать еще члены Священного Синода, а кворума в Турции сейчас нет.